Лес. Зона повышенной опасности, особенно в сезон грибов и ягод. Туда нужно собираться особенно тщательно. Желательно по грибы ходить только по изученной местности, всегда брать с собой полностью заряженный телефон и одеться во что-нибудь потеплее. В общем, учесть все нюансы. В грибном азарте можно изобрести куда угодно, а потом выхода не найти. Мы искренне надеемся, что этого никогда не случится. И наши советы по способам ориентирования в лесу останутся лишь рекомендациями. Компас. Вам невероятно повезло, если перед походом в лес вы положили его в карман. Вообще, компас – вещь необходимая, но многие почему-то не придают ему должного значения. К слову, наличие компаса поможет определить точное местоположение на карте. Главное – правильно его использовать. Солнце. По Солнцу можно легко определить стороны света с помощью положения планет. Есть даже специальная таблица. Но, если такой таблицы под рукой нет, воспользуемся обычными механическими часами. Их нужно положить на горизонтальную поверхность так, чтобы стрелка смотрела в сторону Солнца. Далее угол между двумя стрелками нужно разделить наполовину и провести линию, которая будет указывать на юг. Полярная звезда. Этот способ подходит для ночного времени и безоблачной погоды. Полярная звезда – самая яркая, поэтому найти ее будет несложно. Как же тогда определить расположение сторон? Достаточно знать, что полярная звезда находится на севере, поэтому рекомендуется встать к ней лицом, чтобы узнать нужное направление. Растения. Некоторые виды растений выбирают северную часть дерева. К таким относятся лишайник и мох. А трава, например, любит расти с южной стороны от конкретного объекта. Таким может быть дерево, пень или лесной домик. Также стоит учесть, что на южной стороне ягоды всегда спеют быстрее. Насекомые. Еще одним помощником для определения верного направления станет муравейник. Обратите внимание на форму муравейника. Пологая сторона всегда южная.